Свалочка горим. Вместо предновогодних ароматов мандаринов, шумерли по всему городу витает едкий запах горящих отходов. Горит ясно и никак не гаснет. Днем тушат водой, а ночью свалка разгорается с новой силой. Мы отреагировали, сразу в первый день начали тушить. Смотрите, тут же был собран КЧС. Взрослые люди все решили, что все-таки мы именно водой, мы это делаем, локализуем. Почему? Потому что это периодически, каждый год эта свалка возгорается и удается тушить. Вы понимаете, и здесь вот так думали, ну сейчас вот три недели почти, да? Ну в целом работа-то она видна вообще. Про оперативное реагирование в данном случае можно говорить с натяжкой. Хотя и начали специалисты тушить в первый же день возгорания, 1 декабря. Но разницы шумерлинцы не почувствовали до сих пор, ни в прямом, ни в переносном смысле. Запахи становятся все разнообразнее и въедливее. Все окна закрываем, даже обклеиваем. Очень пахнет даже в квартире. В центре города живем. Дышать невозможно, в садике не выходят вещи, все пропахли в коридорах, запах стоит. В квартирах запах. Сменить тактику тушения отходов на более действенную за три недели такой идеи не пришло. Для инсайта нужна была встреча с комиссией из Чебоксар. Во главе с министром природных ресурсов и экологии, руководителем ГК ЧС Республики и активистами Народного фронта. Если появился очаг, надо было срочно сделать, завести грунт и завалить. Все, проблемы не было. А вы сейчас говорите, горит-горит. Вот так у нас авось горит. У нас скоро все загорится. Ребята, тихо-тихо. Мы уже проходили, вот такая у нас ситуация. В Волебешек была, в Сибирске была. Там жестко поставили условия, нашли грунт и быстро завалили. Слухов за это время расплодилось множество. И провереницы мусоровозов на въезде в полигон чуть ли не со всех районов Чувашии. На деле же отходы сюда везут из четырех муниципалитетов. Шумерли, Шумерлинского, Красночитайского и Ядринского районов. Свалка рабочая, с лицензией не переполнена. Только вот мусор сюда просто высыпается. Нарушение требований эксплуатации полигонов, то есть мусор, который сюда свозится, отходы, они не утрамбовываются, во-первых. Далее они должны присыпаться, тем самым не допускается попадание кислорода в тело полигона. Почему на полигоне такие непорядки, мог бы объяснить директор свалки, который по стечению обстоятельств так и не доехал. До сюда у него случайно пробило колесо. Хотя к решению проблемы пришли и без него. Срочные примеры для завозки грунта, чтобы прекратить доступ кислорода и для дальнейшего горения этой свалки. Но свалка, сами вы видели, что ее надо закрывать. И у нас по плану в 2019 году мы планируем поставить здесь, на территории Шеверлинского района, мусороперегрузочный комплекс с элементами сортировки, что нам позволит забыть про такие вот. И людям скажем, что больше такого не повторится. По последним данным от ГКЧС, сейчас на полигоне техника уже трамбует мусор. Грунт завезут завтра. Продолжается проливка. Показатели взятых проб воздуха, воды и почвы в пределах допустимых норм. Бороться с огнем и тлением мусора будут до конца этой недели, пока полностью не ликвидируют. Этот вопрос на контроле правительства Чувашии. Съемки предоставлены шумерлинской телекомпанией «Новая реальность». Ирина Волкова, Республика.